Возможно ли разорвать тонкие связи со своими бывшими сексуальными партнерами? Хороший вопрос, спасибо вам. Среди страстных и невежественных людей, которые пользуются древним знанием, существует поверие такое, что это поверие связано с определенными вещами, которые проявляются иногда в этом мире. Так у женщин, например, существует такой феномен. Если женщина испытала очень сильное половое чувство счастья в отношении с каким-то мужчиной, потом зачала ребенка с другим мужчиной, с которым не испытывала счастья, то ребенок может быть похож на предыдущие отношения чуть-чуть, может быть чуть-чуть похож. И этот феномен, он впервые был увиден, когда Прижевальский, он скрестил зебру с самца, зебру самца с лошадью, в которой никого не было, была целомудренная лошадь. Он скрестил зебру самца, и никто не родился в этом случае. Но когда она снюхалась с нормальным конем, то он родился, ребеночек, дети родились полосатыми. Видно, зебра-самец был такой, нормальный секс дал. Вот, понравился. Дети родились полосатыми. Следующий случай, такой феномен, произошел в 80-х годах, во время альпиады. Несколько детей родились от нормальных мужей негритосами. Но черненькими родились. Веленькими, черненькими. И волосики такие, в завитушечку. Вот, и сразу, как бы, женщина этих обвинили в том, что они зачали от негра детей. Провели экспертизу, оказался ребенок мужа. С ним, как чистый, чистокровный скакун. Не зебра. Этот феномен назвали телегинез. Телегонета. И в результате люди, не образованные в этих вопросах, начали пугать женщин. Как они начали пугать? У тебя кто-то был? Женщина, говорят. У тебя кто-то был? Замуж не возьму. Почему? Ребенок будет похож на этих людей. Скотина. Или расстраивайся. Молись до последнего. Или пошла вон. И этому такому чуваку хочется сказать, задать вопрос. А у тебя-то что? Безупречная репутация? Ты что, прямо детственник, что ли, у нас? Понимаете? Вот это вот чисто мужская вот эта идея, что женщина должна быть целомудренной, а я гуляю, как хочу. Понимаете? Вот это вот идея бредовая. И на самом деле в этом мире нет подтверждения этим идеям. Потому что женщина, на самом деле, которая просто молится Богу, чистый образ жизни ведет, если она рассталась с кем-то, приходит время, она очищается от этих отношений, и в ней может быть нормальная, полноценная семья. Не надо сильно беспокоиться на этот счет. Понятно, да? Как очиститься от прошлых отношений? Просто если памяти их нет, память чистая от этих отношений. Молишься, расплавилась, память чистая. Значит, все. Нет никакой связи. Если ты постоянно вспоминаешь человека, тогда другое дело. Помолись, поочистись. Как? Меня женщина одна спросила, как забыть человека, если мы с ним не живем? Хороший вопрос, объясняли. Почему ты о нем помнишь, что ему поклоняешься в своем сердце? Это вера, понимаете? Почему ты помнишь? Можно помнить только объект веры. Как поменять объект веры? Поклоняйся к святому человеку, так как более возвышенный чистый вкус, объект веры будет меняться. И я говорю, мы провели эксперимент. Я говорю, вспомните человека. Она вспомнила человека, а я вспомнил своего духовного наставника. И она начала думать о нем, а я думать о своем духовном наставнике начал. И она говорит, у меня спокойнее становится. Я пытаюсь думать, а не думается. Почему? Потому что более слабкий вкус, когда человек в жизни получает, менее слабкий уже не нужен. Когда человек верой в Бог становится верой, то он не может уже так страдать от отношений с людьми. Даже бросили, и то легче перенос. Почему? Потому что мы привязываемся к человеку. Почему? Потому что надо привязываться к Богу. Когда человек к Богу привязывается, он получает все, что нужно. А человеку надо просто бескорыстно служить. Не надо привязываться. Не надо сильно желать чего-то взамен. Люди все эгоисты по природе. Они отдают меньше, чем мы служим. Ни одна женщина не получит, не получит столько благодарности, сколько она в любви вложила, в то, что она готовит мужу. Никогда она получит. Это невозможно. Ни один мужчина не получит столько благодарности, сколько он пашет, чтобы заработать жене на жизнь. Никогда не получит. Ни одна мать не получит столько благодарности, сколько она вложила в свое ребенка. Не получит никогда. Невозможно. Почему? Потому что мы эгоисты все так приводим. Так вот тронет человек. Мы эгоисты просто. Но Бог, он не эгоист, понимаете? У него нет эгоизма. У него бескорыстный характер. Святые люди перенимают характер от Бога. Они тоже не эгоисты. Человек поклоняется наставнику, думает о нем. Результат какой? Тоже становится меньше эгоистом. То есть перенимается сознание от одного человека в другой. С кем поведешься, того и наберешься. Так всегда работает жизнь. И это главное, что я хочу вам сказать. Учитесь выбирать общение. Ищите себе правильное общение. Это тайна жизни. Тайна закона кармы. Общение с верой меняет судьбу. Вот с верой послушали кого-то, жизнь меняется. На этом лекция основана. Если люди меня с верой слушают, у них жизнь меняется самая. Не надо ничего делать. Они сами хотят жить по-другому, трудиться над своей судьбой. Я тоже самое с верой слушаю своих старших. У меня так же меняется жизнь. Не думайте, что я из себя все родил. Я просто передаю то, что услышал. У меня нет ничего там своего особенного. Это знание не мое. Оно мне не принадлежит. Оно древнее знание, которым пять тысяч лет уже. И оно само же говорит, как правильное знание человек получает. Оно говорит, есть признаки. Первое. Правильное знание проверено временем. Оно передается от учителя к ученику. Не прерывается. Не то, что правильное знание пришло, кто-то такой появился и говорит, я принес вам правильное знание. До меня его не было. И он говорит, двойки из таких людей. Смотрите. Первое. Знание проверено временем. Передается от учителя к ученику. Следующий критерий. Постижение его радостно. Когда человек правильное знание воспринимает, он в сердце думает, так вот и какой северный олень. Вот и какой северный олень. То есть у него в сердце радостно. Ура, ура, я понял. Понимаете, да? Как я приехал на Байкал и смотрю у репортара. Господи, думаю, наконец-то я сюда приехал. Красота-то какая. Значит, святое место, чистое место. Там он всегда вызывает радость, чистое место. Дальше. Постижение его радостно. Третье. Жизнь меняется сама. То есть просто слушаешь, меняется судьба. Все лучше становится жить. Лучше. Да? Скажите, пожалуйста, сейчас очень просто не может валяться и еду. Вот на такие вопросы я не отвечаю. Почему? Потому что я вам даю знания, а куда вы пойдете, вы выбирайте сами. Я не хочу здесь сплетничать. Мое лучшее, то хуже. Понимаете, я не хочу так размышлять. А похвалить я тоже не могу, потому что я плохо знаю. Вот, допустим, я пытался с позиции Библии рассказывать о жизни. У меня был такой опыт. И мне один человек просто православный подошел, говорит, «Иначе, у меня у вас такие лекции гороши». Зачем вы глупостями занимаетесь? Я говорю, какими? Он говорит, ну вы вот трактовали вот так вот Библию. Давайте я вам объясню, что это значит на самом деле. Он мне объяснил, он говорит, спасибо вам большое. И все, и до свидания. Почему? Потому что у меня нет образования. Зачем я буду приводить из Библии примеры, если я не знаю ничего подробного там, я не обучался. Точно так же здесь мне задал вопрос про какую-то веру человека. Я не знаю, что за веру. Я не обучался этому. Спросите у того, кто обучался. Он вам расскажет про нее. Потом спросите по-другому, он вам расскажет. Потом выберите. Сравнивайте, выбирайте. Я вам советую делать следующие вещи. Подходите к мужчине красивому, который за вами смотрит, на вас смотрит и говорит ему. Скажи мне, он тут парень хороший или нет? Он скажет, нет, тут плохой, я хороший. Да? Вот вы говорили, что женщина должна спрашивать совета от мужа, да? Но он ее наставит камню. А, послушайте меня внимательно. Вы спрашиваете вопрос. Вы говорили, что женщина должна спрашивать совета от мужа. Но вы не женщина, чтобы задавать этот вопрос. Нет, я от своего вопроса откуда мужа отвечает. От своего наставника. От старшего. От священного писания. От старшего. Смотрите, если мужчина спрашивает. Вы говорили, что женщина должна спрашивать советы от мужа. На этот вопрос отвечать опасно. Потому что ответ будет означать. Олег Геннадьевич сказал, слушай от меня, скотина. Вас не касается это. Я понял, что вас не касается. Но я просто говорю. Могу ли я молиться на фотографию своей бабушки, если я считаю ее святой личностью? Кто задал вопрос? Это индивидуально. Как бабушку зовут? Может. Она воздушный человек. Она вас защищает. Добрый очень человек. Очень добрый. Не бойкий. Молилась всю жизнь. Надо делать это. Она многим людям много делала в жизни доброго. В том числе и мне была верующей. Многие люди, которые знали ее со мной, зовут ее святой женщиной. Я согласен. Да. Вы получаете от нее защиту. Это ваш ангел-хранитель. Как принять истину глубоко? Это наука. Чтобы принять истину глубоко, надо ее практиковать. Вот смотрите, вы слушаете, просто принимаете истину. Принимаете сведения. Не парьтесь. Если вы сейчас будете пытаться принять глубже, это называется фанатизм. Все, только Лен Геннадьевичу верим. Это чисто русский подход в жизни такой. Смело мы попадем за два совета. И как один умрем в борьбе за это. Не надо неправильно объяснять. Слушайте, сравнивайте со своим пониманием вещей. Просто слушайте. Если интересно, изучайте. Не надо беспокоиться ни о чем. Знание входит в сердце в результате практики жизни. Поизучаем. Дальше практикуем. Смотрим. Пошла этой дорогой, по башке получила. Допустим, есть Олег Геннадьевич, говорит. Ты слышишь, ты туда не ходи, ты сюда ходи, с ней башка попадет, больно будет. Олег Геннадьевич говорит, допустим. Думаешь, ну посмотрим, башка с ней попадет или нет. Пошла, бац, башка с ней попала. Так, значит, не надо ходить туда. Это же правильно, да? Вера что значит? Вера означает практический опыт. Человек живет вот так, уже как бы некоторые вещи уже проверены. Думает, что правильно говорит. Все. Вера это что такое? Практический опыт, да? Человек практически слушает и применяет все в жизни. Теперь, допустим, возникает сомнение. Олег Геннадьевич все правильно говорит, а у меня другая вера. Так просто идея-то в чем заключается? В том, чтобы вы нашли такого же человека в своей вере. У вас другая вера, но просто вы не интересовались. Пойдите, поизучайте, у вас такой же наставник в вашей вере появится, и будет все классно в вашей жизни. Не надо ничего менять, не надо менять веру. Понимаете, да? То есть вы слушаете лекции, изучаете все. Не нужно фанатеть. Слушаем лекции, все изучаем, в сердце все принимаем, как? Спокойно, без всяких проблем. Не надо. Вот этого не надо. Понятно, да, система? Как поверить глубже? А вот это уже другое. Когда вы начнете молитву читать и практиковать свою духовную жизнь, соприкасаясь с наставлениями, вы сможете принять их глубже, согласно вашей ситуации, вашей вере, вашей культуре, вашему пониманию вещей. Но когда вы уже получите отношение с наставником в своей вере, вот тогда можно углубляться в отношениях. Я вам даю предварительное знание. Просто рассказываю, как жить. Нет, как бы, необходимости со мной строить слишком глубокие отношения. Если нравится, слушайте их руки. Нравится, слушайте, меняйтесь. Но придет время, и вам придется выбрать свою культуру, свою духовную традицию, свою веру. Это хорошо. Я не претендую на это. Моя цель – просто поднять вас до правильной жизни. Лакостной жизни. Все. Больше нет никаких целей. Я рад, когда кто-то находит ту веру, которую ему надо найти. Не обязательно, чтобы она была такой же, как у меня. Не обязательно. Лучше оставайтесь в своей вере. В своей. Ничего не меняйте. Попытайтесь это понять. Поэтому глубже понять истину можно только практикуя ее, практикуя. Пока смотрите, до практики еще далеко. Первый этап развития – слушание. Второй этап – развитие – энтузиазм. Третий этап – развитие – практика. Надо сначала послушать, получить энтузиазм. Захотеть рано вставать. Захотеть питаться правильно. Захотеть жить правильно. Захотеть прощать. Захотеть любить. А потом практика начнет постепенно. И когда практика начнется, без общения невозможно. Нет правильного общения, нет жизни. Поэтому мы вам вот анкетки раздаем, чтобы было общение. То хочешь прощать, надо общаться. Общайтесь там, где вы чувствуете, что вам это надо. Если рождается ребенок с выраженными музыкальными способностями, а у родителей есть также тяга к музыке, то значит ли это, что мы с рождением перенимаем наклонности родителей? Нет. Нет. У меня, допустим, у папы тяга очень сильная вот к этому всю жизнь была. А у меня нету. Не значит, что я от другого дяди родился. Иногда перенимаем, иногда нет. Иногда дети музыкантов рождаются, дети это. Да? Чтоб музыкантом быть, так надо на уменье. И ушки ваших понежней. И отвечает Соловей. С музыкальными способностями делать нормально. Но есть одна проблема. Сейчас я ее объясню. Знаете, в чем проблема? Ко мне пришел на консультацию по питанию. Один мужчина с ребенком. И говорит, сделайте нам одну консультацию всю. Он говорит, кому? Мне. Я ему сделал консультацию, индивидуально подобрал диету. И потом он говорит, спасибо, нам поможет. Я говорю, а кто из вас страдает? Он говорит, ребенок. Я говорю, а почему вам это делать консультацию? Он говорит, такой же, как я. У него все то же самое, как у меня. Это так думает каждый человек. Это наш бзик. Бзик у людей такой. Я говорю, давайте просто проэкспериментируем. Попробуем ему диету индивидуальную сделать. Сделать диету абсолютно противоположной. Он говорит, ну он же то же самое любит, что я. Да он любит просто вас. Поэтому он и лопает то, что вы едите. Он просто не соображает, что ему есть. Он еще маленький. Он говорит, так он поэтому и болеет, что я его не тем кормлю. Он говорит, он болеет, потому что мы тупые. Мы думаем, что ребенок такой же, как я. А он другой. Надо дать ему статься не собой. Дайте ему проявиться. Не мучайте его. Все люди думают, что дети такие же. Не мучайте их постоянно. Это чисто вот такие. А у меня ребенок такой же, как я. Нет, не такой же. Просто похоже. Чуть-чуть. Когда вырастет, увидишь, что не сильно похоже. Мне 38 лет. У меня два сына. 13 лет и 5. Последний год я испытываю беспокойство. Я хочу еще ребенка. Нормально. Меня, значит, еще нужен один. Мне преследуют сны о беременности. Новорожденный. Бюджет свиньи на моих ключах. Правильно ли мне довериться своим чувствам и родить еще одного ребенка. Я хочу еще одного ребенка от жадности. Может, мне больше забудется о мужа и детях, которые уже есть. Но женщины всегда от жадности хотят ребенка. Что же теперь им не рожаться, что ли? Сейчас объясню. Смотрите. Ребенок в тонком теле. Когда у женщины благоприятные условия создаются, ребенок начинает мучить жену. Как он ее мучает обычно, женщину? Он делает ее очень привлекательно. И на нее начинает бросаться муж. Бросаться на нее начинает. Вот не бросался, нормально жили, тут бросаться начал. Чего он бросается? Чего ему надо? Зачать ребенка. Почему он бросается? Потому что вот эта сила привлекательности у женщины, она идет от тонкого тела ребенка. Ребенок создает в женском теле такую энергетику, что она становится очень привлекательной, притягивает мужскую энергию в себе. Мужчина бросается, чтобы зачать ребенка. Надо дать ему возможность зачать. Не надо предохраняться. Если вам надоело, он уже замучил вас. Дайте ему возможность зачать. И все. Когда он встает беременно, он успокоится. Можешь, конечно, и чувство долго приставать, но внутри он успокоится. В природе все как бы предусмотрено. Если ребенок болен, бесплатная консультация у нас по сайту, пожалуйста. Не надо мне вопросы задавать. Это болезнь. Мы для всех задаем вопросы. Мы сейчас с вами учимся для всех. Пытайтесь это. Нельзя ли узнать имя вашего учителя? Если вы хотите все встретить, я бы мне узнать в интернете, пожалуйста. Имя моего учителя. Как раз был женат. Какие есть недостатки. Характер нардический или нет. Я не люблю его этим заниматься. Ну не люблю, простите меня. У нас с вами не личные отношения. Если бы вы подошли ко мне лично спросить, я бы сразу вам сказала. Ну как бы говорить людям о своей жизни личной, не хочу в зале. У нас с вами настолько близкие отношения, чтобы я этим занимался сейчас. Там еще один вопрос. Еще один вопрос. Какой? Нельзя ли записаться на вашу консультацию? Нельзя. Объясню почему. Когда люди записываются на мне, на мою консультацию, они выжимают из меня все соки. А вот это когда у меня будет? А вот это? А это как у меня? Зачем они это делают? Ну чтобы наслаждаться жизнью. Вот когда человек хочет понять истину, он задает вопрос при всех. И тогда у него происходит очищение. Когда человек задает вопрос при всех, ему ответ, когда идет на вопрос, у него сердце очищается от грязи. И он не может лишнего задать. Потому что он при всех задает только то, что положено задать по судьбе. Все остальное он не задает. Я понял, что не нужно делать индивидуальную консультацию, они никому не помогают. Люди просто мучают меня и по факту не выполняют то, что я сказал. Но когда я не председ говорю вот так, люди все выполняют и очень благодарны. Потому что вот это написать непросто. Человек уже когда пишет, он уже готов следовать, понимаете, и принять то, что ему скажут. Не провожу индивидуальную консультацию. Не дает никакого результата. Сердцу не нравится моему это делать. Если болезнь дана человеку для того, чтобы он занимался, стал работать, проводил много лет подряд и все время испытывал разочарование, потом перестал. Если болезнь дана человеку для того, чтобы он задумался, стал работать над собой, менять себя, то для чего дана внезапная тяжелая болезнь рака четвертой степени, когда даже врачи ничего не обещают для того, чтобы оставить этот мир. Есть два варианта. Или человек попытается исправить ситуацию жизни, или учит судьба, или просто заставляет уйти из этого мира. Люди думают, что они должны вечно здесь жить, а наша жизнь должна закончиться. У одних раньше, и это хорошо для них, у других позже, и это для них хорошо. Высшие силы не смотрят на то, к чему мы привязаны. Они делают нашу жизнь лучше, так, как положено нам жить. Нам это понять очень сложно самим, потому что мы хотим жить в этом теле. Как относиться? Давать им духовное знание. Человек, который находится на последней стадии жизни, когда он точно оставит тело, единственное, что поможет ему, это знание Бога. Единственный долг его — это молитва. Единственное, что он должен делать — раскаиваться. И он должен молиться, желать всем счастья, просить прощения, прощать. Он не должен ходить на работу, не должен заниматься никакими семейными делами, должен думать только о святости. Все. Когда он так будет делать, сердце его возрадуется, и он оставит тело в спокойствии, без боли и в счастье. На расстоянии скажите ему об этом. Как можете помогить? Как можете? Молитесь за него. А если это родители, они не воспринят слова? Иногда вы можете помочь, иногда нет. Я вот, люди здесь сидят, в зале, иногда я помогу, могу помочь, иногда нет. Иногда меня слушают, иногда нет. Мы ничего, мы не боги здесь. Делайте все, что можно. Давайте немножко по теории. У нас много было записок. Немножко устали от этого. Смотрите, в жизни бывают две цели. Цель духовная, он приносит счастье человеку. Признаки, когда человек выбирает духовную цель, он быстро избавляется от страданий. То есть он выбрал правильную цель, и начал молиться, жить правильно. Святость выбрал в своей жизни. И душой все становится удачливым. У него удача в жизни приходит. Удача. Потому что он экзамен уже сдает. Судьба ему показывает. Идешь правильной дорогой, все нормально. Сердце, радость. Удача приходит в жизни. Иногда удача означает бросить ту работу, где ты работаешь. И судьба тебя оттуда отводит. Иногда удача означает остаться там. И жизнь тебя будет вести. Она сама будет тебя вести куда надо. Допустим, когда я духовной практикой занялся, пришло время, Бог меня отправил в Москву. Потом пришло время, Он меня подотправил в Индию на три года. Потом пришло время, опять вернул. И я по всей стране ездил. Потом пришло время, Он меня отправил опять в Москву. Пришло время, пнул меня под зал, поехал под Краснодар. И все это происходило так, что я не мог ничего сделать. То есть ситуация так сложилась, что я не мог оставаться там, где мне надо. Потом, когда я менял место, я узнавал, что это самое лучшее для меня. Когда человек постоянно молится, Бог ему дает самое лучшее. Все, что нужно для его жизни. Самое лучшее. Понятно, да? Не бойтесь ничего. Судьба будет идти лучшей дорогой вашей. Цель – духовное знание. Человек испытывает счастье. Все материальные результаты у человека, который живет в духовной практике, всегда способствуют его духовному развитию. Иногда он получает благо от духовной практики в материальном смысле, а иногда нет. Все зависит от того, сколько ему в жизни это счастье принесет. Чем больше человек занимается духовной практикой, тем больше он счастлив. Но иногда материально он становится лучше жить, а иногда хуже. Зависит от того, что ему нужно. Допустим, если человек и стремится к святости, и ему нужно побольше страдать сейчас, чтобы побольше верить, Бог ему дает больше страданий. Но чаще всего Он сразу дает ему больше счастья. Почему? Потому что это у людей в страсти обычно больше веры врождает. Больше веры, чем страдания. Люди страсти сильно боятся страдания. Люди благости уже их так не боятся, потому что у них много счастья. Они не так страдают от тех же внешних препятствий жизни, от которых страдают страстные люди. Страстные люди сильно скованы своей жизнью. Они боятся там, потерять работу, потерять общение, окружение, чтобы об ней не так думали. Но благостные люди столько счастья и правильных отношений имеют. Что там, там эта работа та, уже не такое большое значение. Теперь цель материальное счастье к чему приводит? И так цель духовная ведет всегда к прогрессу и знанию, и очищению кармы и судьбы. Цель материального счастья. Первый признак – беспокойство. Человек постоянно беспокоится. Он ведет не той дорогой. Он хочет дом построить, хочет семью создать. Когда я замуж пойду, Олег Геннадьевич. Постоянно беспокоится. Когда замуж буду, когда дом построю, когда на работу устроюсь, когда закончу школу, буду хорошо учиться или нет, закончу нормально или нет, поступлю в институт или нет. Постоянно беспокоится. Человек духовной практикой занимается, молится. Ему тоже в институт поступать, но он не беспокоится. Он учится, он учит все, как положено, но он не парится. Приходит в институт. Смотрите, как действует духовная энергия благословения. Человек, который приходит, желая поступить в институт, он смотрит на преподавателей, как веды объясняют это. Есть два способа смотреть на судьбу. Первый способ, как мышка на кошке. Второй способ, как котенок на кошку. Хватает за хребет обоих. То есть, кошка хватает за шиворот и того и другого. Как котенок чувствует себя, когда его кошка за шиворот пытается? В экстазе. Мурмур. Ну, нравится. Как мышка чувствует, когда его кошка хватает за хребет? Капец. Вот смотрите, человек благости. Он думает о Боге. У него совесть чиста. Он живет правильной дорогой. Он изучает экзамен, не привязывается к результату. Он изучает для чего? Чтобы понять. Он не изучает, чтобы выучить, чтобы все. Он верит преподавателям. Как он смотрит на преподавателей, как котенок на кошку. Он приходит к экзаменаторам, смотрит на них, берет билетик, пишет и отвечает. Как он отвечает? Честно. Вот сколько выучил? Вот это я не успел выучить, это успел, это я смог. Объясните мне вот это, я что-то не понял. И он смотрит на них, преподаватели смотрят, и у них в сердце душа радуется. Они слушают этот человек, думают, хороший человек. Они видят, что он как бы не все узнает, но он хороший. И они как вопросы его спрашивают, чтоб четверку поставили. Мне страшно. Ну вот, ну какого цвета учебник химии? Зеленый. Правильно, молодец тебе. Кто написал «Полодняц Агинского»? Чайковский? Ну подумай еще. Кто «Полодняц Агинского» написал? Ну, «Полугинского»? Кто «Полодняц Агинского» написал? Шестакович? Ну, давай, подумай немножко. Агин. Агин, Агинского, Агинский. Правильно, молодец, четыре? Теперь смотрите, человек приходит с желанием получить отметку. Вот давайте приведем пример. Кто-то из вас людей устраивает на работу, нет? Поднимите. Ну вот поближе, молодой человек. Я к кем? Какая работа-то? В маркетинге. Я специалист по рекламе. Прихожу к вам устраиваться на работу. Смотрите меня внимательно. Не, подождите, вы со мной еще не поговорили. Не, поговорите, пожалуйста. У меня есть хорошее образование. В Кембридже я учился. Вы знаете, какой опыт уже есть реклама? Я буду хорошим работником у вас. Понимаете? Подумайте, пожалуйста, брать меня или нет. Я вам пригожу сильно очень. Подумайте, хорошо? Когда скажете ответ? Ну, завтра скажете. Видите, уже всех стошнило, да? Знаете почему? Потому что я хочу на работу. Я тяну с него, понимаете, тяну. Замуж ты меня вынешь. Я так хочу тебя взять замуж. Ты меня любишь, тяну. Пошел вон. Чувствуете, да? Почему? Потому что человек хочет получить результат. Он не хочет сдавать экзамены. Он хочет оценку. Попытайтесь разницу понять. Сдавать экзамены, получить оценку. Сдавать экзамены означает уважать преподавателей, любить их, любить предмет, желать всем счастья, принимать ту оценку, которую тебе поставят. Вот что поставите, то я приму. Это называется благость. Страсть что называется? Мне нужна пятерка. Разные варианты поведения, понимаете? Ну, одно и то же. Давление на психику людей. Человек приходит, и он как бы начинает вот так себя вести. Он вымучивает четверочку себе, вымучивает. Понимаете? Преподаватель, когда это видит, похоже, тошнит. Он учился, он зубрил все это время. Но цель не сам предмет, а цель, оценка. Он вымучивает эту оценку. Он, этот человек такой, не хочет работать на самом деле, он хочет деньги от вас. Он пришел, это просто вы им платили, и вы уже знаете по опыту, что он вас будет только мучить. И все. Он не будет никакого счастья в жизни приносить. Почему? Потому что он сильно привязан к результату. Веды говорят, человек должен просто учиться со всей силой, стараться выполнять свой долг. Но если ты даже помышлять о результате начнешь, просто задумываться, твоя жизнь будет уничтожена. Просто помышлять. Допустим, женщина. Я хочу быть женщиной. Я хочу учиться по-жасски жить. Всем звоним, со всеми общаемся, всех любим, о всех заботимся. Но даже не помышлять о том, что надо выйти замуж. Даже не помышлять об этом. Потому что как только об этом задумывалась, прокисло сразу. Лицо прокисло. Женщина всем слушает, какое у нее личное, румяненькое, счастливое. Как только задумалась, что замуж, сразу докладывала. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка. Или может обратиться к врачу. Ничего я не хочу. Все. Результат печальный. Во всех случаях жизни. Смотрите, человек привязывается к результату, получает фигу. За счастье гонимся, убегает от нас. Забываем о счастье, начинаем молиться. Как забыть о счастье? Самое сложное, понимаете? Самое сложное – забыть о счастье. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, Чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вижу тень на искосок, Рыжевелик, полоску ила. Я готов целовать песок, По которому ты ходила. До свидания. Такой человек получает до свидания. Всегда. Всегда. Да? А получается, чтобы ребенка, Чтобы ребенок к тебе пришел, Надо сначала, чтобы к тебе пришел муж. Муж. Это первый этап. А если муж не приходит совсем, Нет возможности, уже возраст, Тогда женщина поступается очень смелая, Разумная женщина. И так, чтобы поступить, Бог должен сердце вдохновить. Она что делает? Она берет на воспитание ребенка. Смотрите, у нее нет мужа. Она берет на воспитание ребенка. И как только она берет, У нее женская энергия просыпается, У нее груди становятся плотными, Такими, что-то, румянными. Она такая вся женственная, Такая румяная. В зеркало смотрит. В зеркало, светлое зеркальце скажи, И все правду должно. Что на свете всех милее, И румянее, и светлее. Она чувствует, что пошла, пошла, пошла Женская энергия. Почему? Потому что забота пошла. То есть заботится о ребенке, Вся женская энергия пошла. И как бы, Какой-то бабылек. Вот. Ну, чувствует, что как бы Один, совсем один. Ну, как бы не выходит за меня замуж Без детей. Но я люблю вот эту вот с ребенком. Что же теперь сделать? Знаете? А? Если муж нет. Муж есть. Настоящий? Ну, что тогда она отличится от бесплодия, значит? Есть муж, дети не зачинаются. Лечимся с бесплодиями. Все. Как? Первое, что надо понять. 80% бесплодия — это жизнь в панельных домах. Чем меньше контакта с землей, Тем меньше возможности рожать. Но с дальней станции сойду. Трава по пояс, И с меня обратно. И скорый, скорый поезд Растаял где-то в шуме городском. Трава, Цветы, Деревья, Река. Все. Уходим, гуляем. Некоторые живут в деревне, На улицу босиком не выходят. Сидят в доме. Живем в деревне, Копаемся в огороде. Смотрите, влажная земля. Энергия воды, энергия земли Дает сразу гармонизацию всех функций женских. Понимаете, женщине нужна энергия воды и земли. Половые органы от этого женские становятся сильными. То есть энергия воды и земли, То есть вода, Копаемся в огороде, Ходим на речку. Вот, смотрим птичек. Когда женщина смотрит птичек, Сможет в природу, У ней природа внутренняя начинает пробуждаться. Смотрит на панельные дома, Смотрит в компьютер, У ней прозывается фига в организме. Когда она смотрит на природу, Цветы, Соловьи поют, заливаются. Вот. Просыпается, Женская энергия рождается в теле. И она постепенно приходит к возможности рожать. Я в ведах прочитал такую историю, Как один эрологический врач, Он как женщин лечил от бесплодия. Он их зарывал в речной песок. То есть, Прямо на день зарывал в землю женщину. Солнце сверху течет, Река и влажная земля. И она там сидит, вот так, по поясу. Несколько дней посидела, Все заработало. Энергия земли, энергия воды, солнца. Все так. И молитва параллельно. Чтоб ничего плохого не произошло. Потому что, когда человек молится, Ему сердце подсказит, пора вылазить. Позаболеть. Дальше, следующее. Овощи. Больше овощей есть. Овощи энергию женщины направляют вниз И дает ей больше гормональных функций. Сладкий вкус. Молочные сладости. То есть, молочные, там, сгущенки сладости делают. Молоко это женская энергия. Сладости женской энергии. Молочные сладости больше возможности зачать. Дальше, катха-йога, статические упражнения. Пробивают каналы, лечат все болезни. Надо застыть в одном положении и не двигаться. Мы вот сейчас молитву читали до лекции вчетвером. Один молодой человек меня спросил. У меня, когда я сижу, вот так прямо спина болит. Я ему объяснил, говорю, смотри, мой друг. Сейчас будем вылечить спину. Садимся прямо, очень прямо во время молитвы. И не двигаемся совсем. Застываем, как камень. Первый этап неприятно. Второй этап отекает. Третий этап спина каменная. Четвертый этап начинает потихоньку освобождаться. Пятый этап легкость во всем теле. Шестой этап вылечился. Человек молится, параллельно вылечивая все болезни. Просто неподвижное положение тела. Два часа. Прямая спина, ноги там скручены. Все вылечивается, весь организм. Не надо специально лечиться. Просто во время молитвы не двигаться. Сидеть. Разное положение тела. Устало, совсем уже прочистилось тело. Легко стало, но уже устал так сидеть. Чисто психически. Поменяй положение. Тело должно легким стать в конечном счете. КОНЕЦ